здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева и сегодня я вас хочу познакомить с темой когда писалась история москвы наверное это будет многим интересно но вот точно узнать когда писалась история москвы и это официальный источник это книга истории города москвы ивана забилина иван забилин это исследователь москвы и официальный он был директором исторического музея и давайте посмотрим что собственно говоря он сам написал об истории москвы и о создании этой книги кстати я хочу сказать что эту книгу я купила благодаря вашей поддержке канала и могу изучить ищись знакомлю вас с этой книгой это переиздание перед тобой первая книга дорогой читатель выпускаем ее в свет издательством столицы книга это естественно москве и истории нравах обычаях москвичей обо всем том что мы называем московской стариной самим фактом публикации этой книги нам хотелось бы отдать дань вековым традициям нашего города обладающего удивительной способностью несмотря на все перестройки реконструкции и разрушения москвы и так это от издательства это издательство 9 1990 года а сама книга была напечатана в 1905 году и так истории города москвы сочинение ивана забили на написаны по поручению московской городской думы то есть это заказ и собственно говоря надо сказать о предисловии каким образом для чего иван забили написал эту книгу создал эту работу московская городская дума еще в 1877 году по предложению почтеннейшего своего гласного найденного кстати найденов это один из олигархов того времени и альбом найденного москвы и реконструкции москвы после как мы предполагаем ядерной войны середины девятнадцатого века по моей версии после засыпки глины москвы 1860-х годов 1870-х начинают фотографировать москву которые восстанавливают реконструируют очищают от наносов выравнивают дороги и альбом найденного это тот самый альбом реконструкции у меня из фильма где я показывала что некоторые виды этих фото фотографий найденного там есть моменты где видно что там действительно были разрушенные здания и что москва реконструировалась после разрушения просто когда найденов это фотографировал и создавал никто не предполагал что появится компьютеры мы будем тщательно уже с помощью всяких программ сможем рассмотреть мельчайшие детали и подробности которые на дальних планах они в общем то не должны были видны обычным глазом но с помощью программ компьютерных фотошопа где можно сделать ракурс где можно увеличить где можно сделать контрастность можно разглядеть эти детали и того что там далеко очень много разрушений города москвы и откуда взялись эти разрушения естественно нам никто не говорил потому что как бы ничего не должно было быть в этот момент но они есть и вот этот тот самый найденов который участвует можно сказать скажем фальсификации истории для нас для всех должна прийти определенная история что пишет сам забелин значит найдено своего гласного найденного в заседании мая 25 озаботилась необходимостью иметь подробное историческое описание города москвы в ответ на это предложение очень сочувственно принятое и городским головою третийковым тогда же 10 июня для обсуждения этого дела была избрана особая комиссия в составе председателя найденного и членов аксакова аксенова батюшкова богданова наумова кроме найденного положившего благое начало этому городскому предприятию живейшее участие в его обсуждение твердую дорогу предпринимал также гласной думы щепкин издававший в это время известие городской думы вопрос обсуждался неторопливо и в 1880 году комиссия представила в думу доклад определявший следующее предположение все сколько-нибудь известные описания москвы издававшиеся до сего времени далеко не обнимают собой всех сведений которые должны найти место полном описание что последнее во всяком случае должно быть подробным во всех отношениях историческом топографическом статистическом что такое обширное ученое предприятие не может быть исполнено непосредственно силами городского управления а должно быть поручено посторонним лицам что город должен принять на себя в этом предприятии участие только материальное затем комиссия указывала что первым делом этого предприятия должно быть собрание и разработка еще никем не тронутого архивного материала составлением надлежащей программы для предстоящих работ значит вот здесь нам конкретно забилим указывает о том что есть некий нетронутый архивный материал он действительно есть потому что хочу сказать что такая станция метро китай город там переходе метро китай город в сторону зарядья существует сохранившаяся старая башня китай города в которую как говорят были свалены архивные материалы при екатерине второй и которые говорят иван забелин имел счастье в общем-то находиться изучать эти архивные материалы в общем то они были никак никому не нужны они были там свалены но вот он их изучал есть такая информация именно о его не забили нам и там же недалеко есть улица ивана забили на это на ивановской горке и так самом начале 1881 году руководство этим делом и составление самого описания москвы дума возложила на автора предлежащей книге который и составил требуемую программу или краткий обзор предметов и тем долженствующих занять свое место в предположенном описании города эта программа заключала в себе следующее предполагаемые задачи давайте теперь посмотрим предполагаемые задачи историка археологического и статистического описания города москвы общая задача этого труда обнимает подробную историю и статистику города москвы то есть ход его исторического развития с первых времен и обзор его состояния последовательные периоды его жизни со всем объемом его бытия и быта политического религиозного умственного и нравственного общественного и домашнего торгового и промышленного ремесленного и художественного экономического или хозяйственного и материального или строительного это общая задача в раскрытии распределения обработки его подробности может быть выполнена в двух видах первое под видом исторического повествования в котором будут представлены полные подробные но общее обозрение истории города его состояния последовательные периоды этой истории с присовокуплением историка археологического описания существующих памятников и замечательных в историческом отношении местности. Второе, под видом собрания в одно целое разнородных материалов, касающихся истории археологии и статистики города Москвы, а необработанных в составе летописных и других сказаний разного рода актов, документов, деловых записок и других бумаг, в обработанных в составе особых исследований, изысканий, описаний, извлечений, сокращений из деловых архивных бумаг по различным крупным и мелочным частным вопросам и задачам истории, археологии и статистики города. Я все вам читать не буду. Я что еще буду отдельные моменты читать, потому что это утяжеляет видео, поэтому все читать не буду. Это своего рода происходит такой аудит. Вот, допустим, сюда входят все подробные истории каждого городского места, урочище каждого храма, в смысле основы поселения каждой площади, улица, переулка. Но в этой книге это все не поместится, и этого нету в этой книге. Может быть, есть еще какие-то работы Ивана Забилина, но то, что я увидела в интернете, то, что оцифровано, в общем-то, там ничего особенного нет. Там есть письма, там есть отдельные статьи, но глобального труда, которую он здесь пишет, как предполагаемые задачи. Либо он не успел это сделать, либо что-то остановило эту работу. Пока так, вот в одну эту книжечку все это поместилось. Есть еще его книга «История России», «История Руси». А вот по Москве только вот это. И этот план, он, конечно, не помещается в эту книгу. И его здесь просто нет всей этой информации. Но вот что еще? Сюда входят истории, способы постройки городских стен, ворот и башен, способы постройки домов, устройства дворов, садов, прудов, огородов, способы мощения улиц. Это должны быть многотомные здания какие-то с серьезными чертежами, с архивными документами, действительно. Но этого нет, кроме вот этой небольшой книжки. Это все, что у нас есть. Тем не менее, здесь есть очень интересные крупицы информации, которые идут вразрез официальной истории, которые то ли проглядели, то ли не доглядели, то ли махнули рукой. Но они есть. И я об этом рассказываю на своих прогулках. К сожалению, эти прогулки сейчас вот из-за очередных ограничений и ситуации, они у нас завершаются. Будет только одна воскресенье, а потом перерыв непонятно насколько. Но пока так. Пока тогда будем общаться через YouTube-канал. С другой стороны, общая задача рассматривать Москву как совокупность людского общежития. Это город-люди с их занятиями, нравами, обычаями, мыслями, чувствами, с устройством, уставах их городского быта, управления во всех его видах и потребностях. Но это примерно то, что уже чем занялся Гелеровский, Москва и москвичи. Исторический и статистический обзор этих подробностей сам собой распределяется на многие отделы и особые статьи. Впереди других здесь должна стоять история городского правительства и управления или история городской власти, земской, посадской, государевой. Сюда относятся виды и порядки самоуправления в древнее время. Вот интересное слово. Виды и порядки самоуправления в древнее время. В древнее время Забелин однозначно говорит о самоуправлении. Кстати, сегодня городская дума Москвы и тот же самый Собянин – это тоже отделы самоуправления. Они как бы самоуправляются. Они как бы самоизбираются, но как будто бы народ их избирает, и они являются органами самоуправления. Эти органы самоуправления, оказывается, могут создать просто граждане, жители Москвы. Просто они об этом не знают. Но в устав города Москвы это вписано, что также жители города Москвы могут собраться не менее 10 человек одного района и создать свои собственные органы самоуправления. Но они об этом, естественно, не догадываются, потому что они составят конкуренцию существующей структуре. А это кому же это надо, кому это понравится. Но продолжим. Устройство приказного управления. История главных начальников Москвы и их деятельность на пользу города. История московской полиции как особого учреждения. Но не знаю, когда появилась московская полиция, это большой вопрос. Появилась она не ранее Петра Первого, а, я так полагаю, с екатерининских времен. Появилась полиция, но при Александре Третьем была жандармерия. Вот тут тоже интересные моменты, но с этим надо разбираться, уточнять. История городской думы как особого учреждения. История и статистика городского хозяйства. Поскольку он выражает в числовых данных городского бюджета, городские сметы и отчеты, городские доходы и расходы, городские капиталы, законоправительственные и административные меры и распоряжения, касающиеся городского хозяйства. История управления купечеством, мещанства, ремесленных цехов. История и статистика их хозяйств. Опять-таки, вот видите, что он сказал. Он говорит о тех вещах, которые должны составить не один том. И единственное, что может быть похоже на это, это другой источник. Сейчас я вам его покажу. Это я уже его демонстрировала в одном из фильмов о родословной российских императорах. Вот она из этой книги. Что здесь нет ни одного русского человека. Ну, ни одного просто нет и быть не может. Потому что они все должны быть определенной. Они должны быть определенных родов. И только европейских домов царских, романовских. Русские сюда не допускаются. Иначе они не получат наследования. То есть романовский дом – это не русские люди. Это иноземцы. И вот это словарь Бракгауза и Эфрона. Но дело в том, что он у нас тоже переиздание 1991 года. Он датируется сам. Очень подробный словарик. Кстати, в нем действительно масса интересной информации. Он датируется 1883 годом, по-моему. Я продолжу по книге «История Москвы». Знаете, даже само название перечисления читать интересно. Например, состав городского населения, его статистика с древнего и до последнего времени. Городские землевладения. Тяглое свободное население. Посадское служилое. Тяглое белое церковные крепостные земли. Белое – это значит освобожденное от подати. Внутреннее устройство посадского населения. Слободы и сотни. Торговые, гостиные, суконные сотни. Промышленные, ремесленные, казенные, черные или земские. Емские, стрелецкие, слободы их земли. История и статистика каждой слободы и сотни в отдаленности. Братские, съезжие дворы. Вот интересно. Иноземческие слободы и места поселений. Ну вот тут вот уже интересно. Немецкая, армянская, грузинская, цыганская, колония французов и прочее. Ну вот, а далее, когда мы сталкиваемся с изучением Москвы, у нас получается только одна немецкая слобода. Это Лефортово, которая считалась иноземной. Вот уже как-то армянская, грузинская не считалась. Да, вот она в состав Российской империи все-таки входила. А вот цыганская, вот я здесь слышу впервые. Ну, колония французов, это, как я полагаю, это Кузнецкий мост. Там обычно были их все дворы. Как до войны 12-го года, так и после. То есть они как там были, пересидели эту войну и опять продолжили. Опять там все те же французы. История стрелецкого населения, как гарнизона Москвы. Последующая история военной комендантской части, военные постои и казармы. Так. История московских монастырей, существующих и упраздненных. Историка археологической описания храмов и всех других памятников древнего и нового времени в каждом монастыре. Монастырские кладбища, городские монастырские земли и подворья. Уставы, порядки, обычаи, приходского общежития. Приходское презрение, бедных и другие дела и действия приходского мира. Ну, хочу сказать, что в этой книге этого всего нет. Вот она еще дальше, история, статистика. Он только записал этот план, но он почему-то не был выполнен в отношении Москвы. То, что я говорю, словарь Брагауза и Эйфрона, это касается всей Российской империи. Вот в отношении Москвы как-то не сделана эта работа. Может быть, я что-то не знаю. Если я что-то не знаю, но кто-то в курсе, пришлите, пожалуйста, ссылку или название книг, или название работ. Потому что все знать невозможно, но, может быть, кто-то из зрителей больше меня знает в этой археологической, архиварной, библиотекарской истории. Может быть, у кого-то что-то есть, или кто-то слышал, или кто-то читал. Потому что эта книга сама, она тоже из чьей-то домашней библиотеки. История всякого ремесла, московского садоводства, охотный ряд. История капиталов, история биржи, связи московской торговли с иноземными и русскими городами. История цен на товары, всякого рода припасы, материалы древнего и до позднего времени. История и статистика грамотности и образованности в Москве. Первое училище. Славяно-греко-латинская академия. Духовное училище. Как мы видим, все у нас касается только религиозности. Все, точка. Но это у нас вопрос все-таки относится к правлению Романовых. Духовное училище. Первая европейская школа на Сухаревой башне. Светское казенное частное училище последующего времени. Городские училища, пансионы, гимназии, музыкальные училища и другие. Университет, ученые и литературное общество. Опыты публичного преподавания. Известные и славные проповедники. Соборные приходские. История и статистика книжной торговли. Известные места этой торговли. Книжные лавки, магазин. Должно быть, это, конечно, очень все интересно. Для профессионалов, для людей, которые интересуются историей Москвы. Это все очень интересно. Вот еще вот мне интересно московское масонство и его литература. Масонские песни. Кстати, по поводу масонства у меня будет тоже свой фильм исследовательский. Я знаю, что многие блогеры говорят на эту тему. И у меня будет своя какая-то версия. Может быть, своя новая информация, которой нет других. Это тем самым обогащает. Когда мы у одного блогера или автора смотрим одну информацию, у другого. Иногда там есть ложь конкретная. Но иногда есть очень интересная, действительно правдивая информация. Когда автор – это честный человек, который действительно желает донести до людей правду, а не конъюнктурщик. Среди блогеров, конъюнктурщиков, к сожалению, тоже очень много. Которые работают по заданию и вбрасывают ложь, чтобы внести смута. Но в конце концов все равно время расставляет все на свои места. И в конце концов люди, я вижу, как люди разбираются и какое-то выкристаллизовывается общее мнение этой истины. Но действительно, как кристалл вырастает постепенно. Меня это очень радует. Кстати, еще 2-3 года назад такого не было. Сегодня видишь, как твои мысли, как то, что мы писали где-то в группах, они уже выходят как само собой разумеющееся. Как то, что, например, допотопные дома стоят на старых стенах. Об этом я сказала, я первая еще сказала об этом 4 года назад как предположение. Сегодня это уже выглядит как само собой разумеющееся. Это подтвердилось. Меня это очень радует. До постройки Константиновского подворья в Карапивниковском переулке у церкви Сергия Радонежского. Вот это у нас Петровский бульвар идет. Там Екатерининская больница и там улица Петровка вдалеке. То есть вот это идет все вверх. Давайте рассмотрим эту фотографию. Она очень интересная. Посмотрите на деревья. Посмотрите на безлюдность. Города малонаселенные. В отличие, скажем, от 1900-х годов, когда уже все кишит и все бурлит. Сейчас города этого времени, этих лет 70-х, 80-х, уж не говоря о 1867 году в фотографиях, народу очень мало. Дома отремонтированы, надстроены, новые крыши, павильонные, деревья молодые посажены. Вот там деревья чуть постарше, здесь они совсем молодые. Видно, что все это в грунте. Вот интересная вещь. Вот этот дом, он такой же, как он и есть. Сегодня этот дом такой же. Точно так же выглядит. Вот эти этажи надстроенные. Вот дом надстроенный. А между ними такое ощущение, что здесь остатки стены разрушены. Если приглядеться, это не забор. Вот это продолжение проемов. Что-то осталось от стены. Мы уже убрали строительные мусора. Потому что здесь должен был стоять дом. Там в глубине тоже виден дом, завален он. И что общего на этих фотографиях? Во-первых, посмотрите на вот эту засыпку. Так что мы видим общего? Не буду вас мучить. Мы видим заново отстроенный город. Мы видим свежие побеленные стены. И мы видим очень много новых, одинаковых крыш. Есть крыши не очень новые, но стены побеленные. Проглядываются кое-где старенькие дома. Как они попали, сюда непонятно. Вот интересные фрагменты якобы архитектурных деталей. Тоже непонятные. Но в целом мы видим свежий новый город. И интересные всякие кусочки. Вот такие мы видим. Новые отремонтированные дома повсеместно. То есть когда город восстановили после катастрофы. Восстанавливали быстро. Реконструировали. И сделали вот эту панораму этого города. Поэтому крыши в большинстве своем новые. Тут виднеется на всем далеке. Работа проведена колоссальная. Дома практически все штукатурены заново. Настроены штукатурены. Не придерешься. Вот свеженький вид. Просто новенькие домики. И кое-где интересные фрагменты. Вот, например, вот этот дом. Что это за пролом здесь в крыше посреди города? Как интересно. Это ляп, который проглядели. Не успели его замаскировать. Вот если бы замаскировали, вообще бы было непонятно. Но город и город вообще ничего не докажешь. Ну, просто такой, видимо, оптики на тот момент не было четкой. Чтобы вот приблизить и разглядеть каждую деталь, как сегодня мы можем в интернете. Поэтому на многие годы вот этого всего было вполне достаточно. Для того, чтобы сказать, вот она вам Москва. Вот она вам свеженькая, новенькая Москва. Вот они свежие, отреставрированные, восстановленные, надстроенные дома. Ну, и кое-где там чего-то непонятные крыши. Но в целом вы видите, это свежий город. Это свежий город, новые крыши везде. А вот эти фрагменты, они очень трудно различимы. Вот уже у нас тройный город. И тот же пабельон, который был каменный, здесь вот сверху деревянный. Не потому, что я это там первое предположила. Только из-за того, что мало еще кто этой темой занимался. Если бы я пришла позже в эту область исследований, то, естественно, уже кто-то бы об этом сказал. Это не потому, что я такая умная, я это заметила. Это заметили уже многие. Просто никто тогда в это время, года 4 назад, над этим не задумывался. А сегодня уже огромное число людей подключилось к этому. Стали сами исследовать свои города, места, где они живут. И приносить много самой интересной информации. В комментариях в том числе. Это общее наше дело. Ну и так, значит, по московскому масонству. У меня фильм, я вам обещала. Все вот никак руки не доходят, но сделаем. Там Полифуртово. Московская история старообрядства. Тоже интересная вещь. Старообрядческая литература. Только я бы сказала не старообрядство, а я бы сказала староверия. Это то, о чем говорил Александр Владимирович Пыжиков. Его труды рекомендую к изучению. Сама их изучаю и каждый раз нахожу что-то новое. Каждый раз. Вот кажется, вот изучила, вот это одно. Потом через какое-то время берешь и видишь, опа, пропустила интересную мысль. Вот пообщаться бы с этой глубиной Александром Владимировичем вживую, но не довелось. Ну что еще? Народные игры и зрелища, народные театральные представления, балаганы, репертуар народных представлений. Еще раз говорю, что здесь этого нет. Вот опыт обработки этого рода сведений. Смотрите в нашем сочинении хроника общественной жизни в Москве с половины 18 века в опытах изучения русских древностей и истории. Ну вот есть такая ссылка. Значит, есть где-то такая книга. Опыт изучения русских древностей и истории. Что еще он должен был изучить? Какой план поставил? История и статистика московского театра, казенные частные сцены, репертуар, славные артисты и артистки, цены местами, местам, хроника приезжих артистов всех профессий. Ну должно быть глобальное такое изучение. Общественные частные увеселительные собрания, заведения, балы, маскарады, концерты. История московского благородного собрания, истории статистика клубов, каждого в отдельности, казены, частные общественные сады, бульвары, увеселительные места. История полицейских порядков для охранения городской обывательской безопасности, здоровья и благочиния с древнего времени. Но не было полицейских в древнем времени. Вот зачем? Забелин уже сам вводит заблуждение. Наказы и другие полицейские постановления и узакононения по этому поводу. Уличные воротные решетки, сторожевые избы, будки, ночные и денные сторожа, уличная служба обывателей, последующие современные состояния полицейских порядков, их уставы и их бытовая практика. Хроника воровства, мошенничества, грабежей, разбой, всяких уголовных дел. Но об этом нам поведал Гелировский. Особенно памятные воры и разбойники. Места их притонов Москвы и московским дорогам. Хроника бедствий города, пожары, бури, наводнения, моровые язвы, голод, нашествия иноплеменных. Но вот это было бы интересно, но, к сожалению, такой работы не случилось. Вот, по крайней мере, Забелин это не успел сделать. Хроника воздушных и вообще метеорологических явлений. В половине того же 1881 года, согласно указанию комиссии, начались работы по изысканию и расследованию архивного материала, которые потом, в 1884 году, дозволили издать первую часть материалов для истории археологии и статистики города Москвы в объеме 93 печатных листов. Вот здесь он конкретно пишет, что было издано, и на основе чего потом создавалась история Москвы, и что мы, собственно, изучаем. Вот перед нами, вот я вам показываю, в общем-то, первую попытку учебника «История Москвы». И здесь было всего лишь 93 печатных листа. Это было в 1881 году. В 1884 году. И словарь Брагауза и Фрона – это у нас 89-й год. Вторая часть в объеме 103 печатных листов появилась в 1891 году, значительно запоздавшая, так как подбор материалов для определенной цели именно по истории церквей очень медлительно поддавался настойчивым работам. Почему – непонятно. После издания этой второй части материалов редактор пришел к убеждению, что дальнейшее их издание с большую экономию и пользу должно составляться в обработанном виде, то есть в извлечениях только одних фактических сведений, устраняя канцелярские формальности, которые беспрестанными повторениями одного и того же в разных титулах напрасно обременяют содержание старинных бумаг. Что же получается, что до сего момента не было попытки создать какой-то учебник истории Москвы? Значит, люди жили этого времени как бы без истории Москвы. Они не знали историю Москвы. Это первая попытка создать и структурировать архивные материалы. При этом и фактические сведения должны группироваться или подбираться в отделы, указанные программой. Само собой, разумеется, что такое собирание материалов по крупицам особо в каждый отдел или в каждую тему требует, кроме усердной работы, много-премного времени. Правильно, каждое исследование глубокое, углубленное требует очень много времени. Поэтому, когда идет поверхностное, что-то такое поверхностное, там не будет глубины, там не будет истины. А 90% сегодня в информационном поле для людей именно жвачка информационная. Что-то быстрое, что-то шок. Это сенсация. Это шок. Вот это шокировать. Быстро, быстро, быстро. Но там нет глубины. Но таким образом и устроено на это скорость, ускорение всего быстрой жизни. На скорости быстро-быстро что-то, какую-то информацию схватить, ловить. Но она не отразится никак, потому что нет глубины. Вторая, вот причина той медлительности в этой работе, какая до ныне продолжается относительно издания собираемых материалов. В ожидании достаточного накопления этих материалов редактор приступил к изложению самой истории города Москвы. Эта задача по своему содержанию столь обширна и разнообразна, и сложна, и настолько мелочна в своей обработке, что выполнить ее в желанном порядке возможно только в течение долгого времени. Главным образом, по той причине, что не существует полных подробных источников, историю приходится собирать по крупицам, рассеянным во множестве книг и рукописей, не говоря об архивном материале, где и самые крупицы добываются с утратой при многого времени. Вы понимаете, что нету, не было исторического труда Москвы до этого момента, и Забелин расписывается, в общем-то, в невозможности, в нехватке ресурсов это все охватить и создать такой труд. Даже у них, несмотря на то, что им давались деньги, бюджет Москвы выделял специально на это деньги. Забелин, написав этот план, который я вам показала, вот это все, что нужно было это все сделать, это все огромный-огромный труд, он, когда создал этот план, он понимает, что он не способен его выполнить. Даже с командою не способен, просто это невозможно. Этот объем невозможно переработать, потому что все приходится собирать по крупицам, потому что до этого, получается, никто не структурировал этот материал, никто историей города Москвы не занимался. И получается, что нам написали историю города Москвы только-только после Забелина, когда, по всей видимости, сузили этот огромный материал до каких-то приемлемых размеров, которые вписались в управленческую парадигму. Ну и, собственно говоря, что еще я в конце этого фильма хочу вам сказать. Альбом старинных видов московского Кремля, его в этой книге нет. Возможно, он издан. Я не знаю. Он просто здесь вот обозначен. Ну и первым пунктом, это вам затравочка такая, самым активным зрителям, что вы думаете по этому поводу. План Кремля с птичьего полета, с гравюрой, помещенной в издание Second Volume de la Georgia Amsterdam, 1663 год. Награвированное на плане изображения замка, то есть Кремля, в том положении и размере, в каком он был при князе Борисе Федоровиче, посвящено царю Алексею Михайловичу. Ну, примерно вот так это могло выглядеть с птичьего полета. Ну, или так. А это вообще подделка. Взяли современный снимок и сделали под старину, якобы 17-16 век. Но вот этот план более-менее похож на 16 век. Опять-таки, каким образом это делалось? Ну, это изометрия. То есть, еще раз, план Кремля с птичьего полета 1663 года. И вопрос на засыпку. Каким образом был получен этот план Кремля с птичьего полета? На каких летательных средствах, аппаратов? Ну, и то, что даже если это был какой-то дирижабль или воздушный шар, то сделать завесовку с птичьего полета на скорости, при ветре невозможно. Значит, надо было делать съемку, опять-таки, каким-то аппаратом. Вот вам, пожалуйста. Да, и почему эта гравюра оказалась только в Нидерландах? Почему не было нигде в русских архивах нет подобных гравюр? Почему только на Западе, в Европе, есть карты Руси, России, Древней? Почему нету наших карт? Это большой вопрос на засыпку тем же самым историкам. Ну, и вот этот вопрос по поводу того, каким средством была получена гравюра «План Кремля с высоты птичьего полета». А на сегодня пока все. Желаю вам всех благ. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео. Я думаю, это будет многим интересно, потому что эта книга не оцифрована, насколько я поняла. Я не нашла ее в интернете. Но это такой, получается, эксклюзив. Это так вот через вселенную мне перешла эта книга. Она стояла в чьей-то библиотеке, в какой-то квартире. Стояла не сильно читанная, похоже, вообще не читанная. С какого времени? С 90-х годов. Кто-то купил когда-то, поставил на полочку. Ну, и, наверное, умер. И после него дети или наследники, или кто еще, продают имущество, распродают. Книги не нужны никому сегодня. Все думают, что все будет в цифре. Нет, цифру потом могут обломать в любой момент. И мы останемся без ничего. Почему сейчас предупреждают, что самые ценные книги и бумажные носители надо непременно иметь. Потому что мы можем просто всего лишиться. Всей информации однажды. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео. Подписывайтесь на канал. До свидания.